МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Иван Геннадьевич. Ну и первый вопрос. Что же принципиально изменилось в сфере защиты прав потребителей этой осенью? С 1 сентября 2022 года вступил в силу федеральный закон, который вносит изменения в статью 16 закона Российской Федерации о защите прав потребителей. Ранее данная статья предусматривала, что недопустимо включение в договор условий, ущемляющих права потребителей. Однако данные условия не были конкретизированы, не было четкого перечня. В действующей же редакции уже этот перечень утвержден, и уже намного проще потребителю ознакомиться со всеми условиями, которые не должны быть в договоре, и впоследствии при заключении договора руководствоваться этим. Что же конкретно понимается под недопустимыми условиями договора? Может быть, пример приведете? Стоит понимать, что потребители у нас в силу того, что они имеют определенных познаний в той или иной области, законодательство старается его защищать. И недопустимыми условиями являются те условия, которые в той или иной мере ущемляют права потребителей. Например, такие условия, которые определяют территориальную подсудность, ограничивают территориальную подсудность для потребителя, в то время как статья 17 Закона защиты прав потребителей гласит, что потребитель имеет право обратиться в суд как и по своему месту жительства, так и по месту нахождения ответчика, либо месту жительства ответчика, либо по месту заключения, либо исполнения договора. Или можно привести другой пример, когда предприниматели ограничивают право потребителя на выбор требований при приобретении товара с недостатками. В то время как статья 18 и 19 Закона нам четко говорят, что право выбора таких требований принадлежит именно потребителю, а не продавцу либо исполнителю. И таких примеров, в принципе, можно приводить очень большое количество. Вот вы сейчас сказали про товар с недостатками. А как можно продать товар с недостатками? Товар на момент приобретения может и не иметь каких-либо недостатков, но в течение гарантийного срока, в процессе эксплуатации, они могут выявиться. И часто бывает такое, что после приобретения товара предприниматели говорят, что изначально необходимо произвести ремонт, хотя потребитель имел право и на возврат денежных средств, либо на замену товара. На возврат, на получение денежных средств, да? То есть в течение определенного какого-то срока? Да, гарантийного срока товара, да. Ну, например, кофеварку я купила, да? Сначала работала, потом не работала. Вот можно такой, наверное, пример привести. Ну, можно такой пример привести. Главное здесь определить еще технически сложные товары, это или не технически сложные. И от этого будет зависеть, какие требования также будут предъявлять потребители, но они также оговорены законом. Просто хочется понять, вот если и были у вас подобные обращения, то каких видов товаров они касались? Касались чаще всего, что это может быть? Чаще всего это могут быть и предметы одежды, и бытовая техника. Абсолютно различные группы товаров непродовольственных. Сколько в общей сложности было принято дополнений в законодательство, вот в сфере защиты прав потребителей, и какие из изменений, на ваш взгляд, наиболее значимы? Статья 16 теперь предусматривает 14 условий, которые ущемляют права потребителей. Однако этот перечень не ограничен. И так как и область торговли, и область оказания услуг, они постоянно развиваются, появляются новые услуги, появляются новые товары. Наиболее значимы определить невозможно, потому что они все значимы, они были приняты руководствуясь многолетней практикой. И поэтому все 14 условий, они все значимы. Какие еще бывают наиболее типичные ситуации, связанные именно с нарушениями прав потребителей? С чем к вам обращаются люди? Например, договорено оказание услуг, что потребитель после подписания акта приема и передачи не имеет права больше требовать устранения недостатков в случае их выявления. Такие же условия, как ограничивающие право на неустойку, либо уменьшающие неустойку. Например, в договоре также на оказание услуг может быть прописано, что в случае нарушения сроков оказания услуг исполнители обязаны выплатить неустойку в размере 0,5%, в то время, когда законом установлен минимальный процент неустойки, это 3%. И также часто встречаются условия, которые предусматривают выполнение иных работ на возмездной основе без согласия потребителя. Оно в договоре обычно звучит так, что исполнитель вправе самостоятельно принять решение о выполнении иных работ без предварительного согласования с потребителем. условия, которые устанавливают какие-либо штрафные санкции при расторжении договора по инициативе потребителя, в то время как потребители вправе в любое время до принятия работы расторгнуть договор по своей инициативе с условиями возмещения только фактически понесенных расходов, а не каких-либо других штрафных санкций. Ну, как видим, ситуации достаточно много, да? Нарушений, которые допускают продавцы. Так вот, что делать потребителю, если именно из-за условий договора понес он определенные убытки? Как их возместить? Реально ли это? Как это сделать наиболее просто? И, по вашему мнению, вообще сложно ли доказать, что ущерб возник именно из-за неправильно составленного договора? Убытки, которые были причинены потребителю в средстве включения условий, ущемляющих его права в договор, они подлежат возмещению в 10-дневный срок. Для того, чтобы их возместить, необходимо потребителю в первую очередь обратиться к исполнителю либо продавцу с претензией. В случае, если претензия останется без ответа, либо не будет не удовлетворена исполнителем либо продавцом, потребитель имеет право в дальнейшем обратиться в суд для защиты своих прав. В целом, судебная практика показывает, что очень много положительных решений по возмещению убытков, причиненных вследствие включения договора, ущемляющих условий. Доказать это возможно только в том случае, если непосредственно это условие привело к таким убыткам. Пример можно привести, когда в договор включено условие, о котором я уже говорил, что без согласия можно, может выполнять работу и заплату. Потребитель получает тем самым убытки в виде стоимости данных услуг. И вот она прослеживается, естественно, взаимосвязь между условием и понесенными убытками. Аналогичная и неустойкая. Потребитель мог взыскать большую сумму у него стойки, а взыскал меньшую, из-за того, что в договоре было включено условие, а уменьшена сумма. И это очень, на мой взгляд, легко доказать причины следственной связи между одним и вторым. Она прослеживается. Какие-то еще изменения предполагают новые правила в сфере защиты прав потребителей? Да, помимо условий, ущемляющих права потребителей, статья 16 также имеет и другие изменения. В основном они касаются именно заключения, изменения или расторжения договора. В частности, было включено такое изменение, что исполнитель, продавец не вправе отказать в заключении изменения или расторжения договора потребителю в случае, если потребитель откажется предоставить ему свои персональные данные. За исключением случаев, когда предоставление таких данных предусмотрено законодательством, либо необходимо для исполнения договора. Ну, например, если это договор доставки, и без данных о месте, куда надо будет доставить товар, без самого адреса, естественно, его исполнить будет невозможно. Ну, а в остальных случаях, в общем-то, я могу не оставлять, например, свои персональные данные. А какие-то еще новшества есть вот именно в плане уже продавцов, исполнителей услуг? Ну, может быть, изменились какие-то штрафные санкции за нарушение? Нет, штрафные санкции, они остались на прежнем уровне. Ответственности исполнителей и продавцов, она не поменялась. Ответственность предусмотрена как гражданско-правовая в виде возмещения убытков, так и административно-правовая ответственность, которая предусмотрена частью 2 статьи 14.8 Кодекса об административных правонарушениях и предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц от 1 до 2 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей. Ну, то есть в плане ответственности продавцов, исполнителей, услуг ничего не изменилось, а вот именно в плане составления договоров тут уже вот нюансы все расставлены, что называется. Жители Алтайского края, они вообще в целом взыскательные потребители? Как часто они отстаивают свои права, может быть, обращаются к вам или в суд? Здесь я могу только сказать по статистике управления, по работе, которая направлена на судебную защиту потребителей. Так, управлением за 9 месяцев 2022 года было дано 159 заключений в судах по делам, связанными со спорами потребителей с субъектами предпринимательской деятельности. 92% таких дел рассмотрены были в пользу потребителей. Также управлением было подано 53 исковых заявления в защиту прав конкретных потребителей. Все 53 исковых заявления были рассмотрены судами, и все 53 удовлетворены. Поэтому в целом, на мой взгляд, перспектива судебной защиты прав потребителей, она есть. На фоне других регионов мы достаточно активны? Ну да, можно сказать и так. А как вы считаете, вот эти все принятые законодательные новеллы, они вообще помогут гражданам в дальнейшем отстаивании своих прав? То есть в каких-то, может быть, наиболее сложных, непростых ситуациях? То есть вот эта вся практика, которая сейчас у нас имеет место быть, как она будет способствовать защите прав потребителей? Безусловно, они, конечно, помогут в защите прав потребителей, потому что все они продиктованы практикой. Все эти условия ранее, они также были недопустимы. Просто раньше их надо было искать в других нормативно-правых актах. На данный момент вот включение их в такой перечень условий, она облегчает потребителю возможность ознакомиться с законом, посмотреть перечень и уже при заключении договора обратить внимание, стоит ли его подписывать с такими условиями или не стоит. То есть, опять же, на этапе покупки нужно внимательно прочитать договор, да, прежде чем приобрести какой-то товар? Естественно, неважно, это будет купля-продажа или оказание услуг. Любые документы, которые гражданин должен подписать, он с этими документами, естественно, должен ознакомиться. Конечно, потребитель имеет право на возмещение убытков, на расторжение договора, но это, естественно, приходит к затратам времени, к посещениям различных инстанций. Лучше такие вопросы предупредить именно на стадии заключения договора. Ну и последний вопрос. Вот к вам обращаются потребители с тем, чтобы отстоять какие-то свои права, возможно, вернуть товар, возместить ущерб. В каких ситуациях вы понимаете, что вот здесь достаточно состоять претензии, а вот в каких ситуациях вы уже отстаиваете именно интересы покупателя в суде? К каждому обращению мы подходим индивидуально. Если к обращению не приложены все документы, подтверждающие связь между включением условий ущемляющих права потребителя и получением потребителям убытков в связи этих условий, либо запрашиваем дополнительные документы от гражданина, либо рекомендуем сначала обратиться с претензией, тем самым будет подтверждение таких, причинение таких убытков. Каждая жалоба индивидуальна, каждый вопрос индивидуальный, и подход, естественно, тоже ко всему идет индивидуально. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что сегодня об изменениях в сфере защиты прав потребителей мы разговаривали с заместителем начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Иваном Галкиным. До свидания.